Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман. Вместе со мной, как всегда, замечательные гости мои коллеги, друзья Илана Михаэля и Цви Зильберг, главный редактор лучшего радио. Рад приветствовать вас. Тема, может быть, не самая приятная, хотя как знать, как ее повернуть. Коронавирус. Мы все радуемся тому, что сняли маски в Израиле наконец-то, ставили очень ограниченное количество мест, где действительно надо их все еще носить, одевать. Но одновременно с этим появилась информация, что вот как только мы сняли маски, сразу, я просто процитирую, чтобы мне не ошибиться, вырос коэффициент инфицирования R. Это число людей, которых успевают заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали. Так вот, по данным, когда мы записываем, на вчера коэффициент этот был 0,88, а сегодня он поднялся до 1,11. При этом, опять же, нужно признать, что вот этот коэффициент R, когда он меньше единицы, эпидемия затухает, когда больше единицы, разрастается. Вот у меня вопрос, наверное, я с тебя начну, как большого специалиста по этим вопросам. Стоит бить панику или все нормально, все идет своим чередом? Я не вижу никаких причин для паники, для беспокойства. Я думаю, что в Израиле уже наступил коллективный иммунитет. И есть, конечно, те, кто не вакцинировались, есть дети до 16 лет, которые еще не вакцинированы, которых будет передаваться в том или ином виде коронавирус. Поэтому до нуля, не знаю, мы доведем это, в конце концов, до нуля, но я хотел сказать не об этом. То, что происходит в последние две недели, это полный переворот в понимании того, что такое корона. Потому что сегодня понимание того, что коронавирус, скорее всего, сбежал из института в Ухане, становится мейнстримом. То есть доказать это мы пока не можем. Это должна быть действительно какая-то очень объективная независимая комиссия специалистов. Но я сейчас изучаю кучу материалов, кучу материалов, все, что выходит практически про это дело, потому что не понимая причину появления этого вируса, мы не найдем от него излечения. И вот, что оказалось. Я, например, я не специалист, я не вирусолог, но это я для себя открыл, и это для меня стало таким вот откровением. Я хочу поделиться этим с вами. Есть в научном мире сегодня такая культура, которая называется поедатели грантов. То есть одна из задач, которая стоит перед учеными, это добиться грантов. Получить гранты и на эти гранты, значит, вести свою деятельность. Это нормально. Теперь, что происходит в вирусологии? Вирусов неимоверное количество. И каждая группа, каждая лаборатория со своими вирусами ходит по спонсорам и пытается им показать, что вот перспективно именно заниматься этими вирусами. Почему? Потому что они наиболее опасные. То есть они человека не заражают, но они могут мутировать. И вот здесь появляется такая вещь, как gain of function. То есть они искусственно усиливают патологичность того или иного вируса, патогенность, для того, чтобы показать, что этот вирус может быть опасен, что в нем может произойти такая мутация, что он перекинется на человека. И на сегодняшний день технологии зашли настолько далеко, что этим можно заниматься практически на уровне хобби. В гараже поставить какое-то очень несложное оборудование. Вирусы сегодня просто в буквальном смысле печатают, как на принтере. И за год это можно учиться. И поэтому на сегодняшний день я уже отношусь к эпидемии коронавируса как некому такому сигналу, из которого человечество должно извлечь уроки. Не в том смысле, что надо запретить вирусологию, запретить там какую-то инженерию с этими вирусами. Это уже невозможно запретить. Нельзя пасту обратно в тюбик загнать. Но может быть запретить вот эту самую функцию gain of function для получения грантов. То есть запретить искусственно увеличивать патологию вируса, потому что вирусы сбегают из лаборатории. Второе, это давайте задумаемся о том, когда до того же Хамаса или той же Хизбаллы дойдет вот эта идея, и они решатся открыть собственные вирусологические лаборатории и начнут там чего-то химическое. Если уже не открыли. Да. И наконец, вот как бы позитивный момент во всей этой истории, что сегодня ученые начали смотреть на это совсем по-другому. То есть они сейчас разрабатывают прививку, которая будет такой универсальной против всех вирусов. Она основана на совсем других принципах. Вот как мы увидели вдруг МРН-ковую технологию совершенно блестящую. Так сегодня, я надеюсь, появится вакцина, которая будет передавать иммунитет точно так же, как передается вирус. И это вселяет надежду, что мы пройдем некую вакцинацию, и это будет все, да. И мы снимем с себя вот эту угрозу повторных эпидемий, да. Но пока этого не произошло, мы, я думаю, не должны эти маски прятать слишком далеко, потому что вопрос появления новой короны, другой короны, это просто вопрос времени, да. Нам просто так повезло, что до сих пор этого не происходило, и вот оно произошло, да. Нам говорят, что эпидемия такого масштаба случается раз в сто лет, но сегодня есть очень большая вероятность, что это будет случаться все чаще и чаще. Илана, от высоких материй, от высокой науки я хочу с тобой немножко опуститься к нашей реальности. По большому счету, просто вообще признаюсь, что триггером для вот этого разговора про коронавирус лично для меня послужила публикация в одной, перевод из одного из израильских изданий, некая русскоязычная дама, которая себя позиционирует как большой борец за права русскоязычного населения в Израиле, опубликовала статью, где обвиняла израильские власти в необъективности к русскоязычному населению, потому что запретили вылетать из Израиля в Россию. Это дискриминация, по ее мнению, приводятся цифры, вот данные такие приводятся в Бангуреоне, в аэропорту выявлено 79 зараженных недавно, из которых 8 прибыли из России, 7 из Украины, а из Америки 11. И, дескать, вот, мол, Америку уже не закрывают, а закрывают Россию, дискриминация русских. Большего идиотизма я, честно говоря, не видел, потому что это пиар чистой воды, причем неизменный. Но фактор, что ты ее цитируешь, значит, она чего-то добилась. Но я хочу просто обратить внимание, что, может быть, не надо вестись другим людям на подобного рода публикации, потому что это делаются переводы в русскоязычных изданиях, в серьезных изданиях. Это преподносится, как, я не знаю, как манна небесная. Задаться простым вопросом. Ребята, если закрыли Россию, может быть, закрыли, потому что там что-то не так. А если открыта Америка, может быть, в Америке наоборот что-то так. В Америке не зафиксировано два дня назад ни одного случая смерти от коронавируса. Но там зафиксировано очень много случаев заболевания. Они лидируют, они в тройке мировых лидеров Америка сегодня по заболеваемости ежедневной. Поэтому не надо, я не против никого, а просто я за правду. Если мы будем говорить об этой даме, я не читала эту статью, я ничего не могу сказать. Я не думаю, это глупости какие-то, конечно. Потому что идея вся состоит в том, чтобы не позволить израильтям посещать страны с высокой заболеваемостью. Точно так же, как сейчас нельзя летать в Бразилию и в другие страны, в Индию, например. Также сегодня выступил Минздрав с предупреждением уже на очень высоком уровне о том, что в Эмиратах очень высокая опять заболеваемость, несмотря на то, что там прививаются активно. Есть целый ряд стран, куда израильтянам нельзя ехать для того, чтобы они потом не привозили к нам вирус. И это понятно. Другое дело, что Израиль до сих пор не считает российскую прививку «Спутник», как, впрочем, ни одну другую российскую прививку, достаточно прививкой, которая является базой или основой для так называемого «зеленого паспорта». Это вопрос политический, по-моему, не имеет никакого отношения к здравоохранению. Потому что в России есть иное количество, конечно, небольшое, но все же есть количество определенных людей, которые привились к «Спутникам». И, собственно говоря, точно так же, как и израильтян прививки к Пайзерам. Там порядка 10%. Хорошо, 10%. Вот с другой стороны, если бы «Спутник» был признан Евросоюзом, если бы был признан Израилем, то вполне возможно, что этих людей можно было бы и впустить. Но тут уже, мне кажется, это вообще совершенно другая история. Поэтому не знаю, что тебе ответить, кроме того, что есть страны, которые, как Тайвань, например, которые сейчас, которые благополучно, скажем так, миновали эпицентр эпидемии в этом году, и вдруг сейчас, буквально на этих днях, у них вспыхнула страшнейшая эпидемия. Они обвиняют в этом Китай, потому что Китай запретил им покупать Пайзер для прививок, требует, чтобы они прививались китайской прививкой, которой они прививаться не хотят. И теперь, вроде бы, например, США и Япония пожертвовали им какое-то количество Пайзера. Ну, хватит ли это на всех, я не знаю, но заболеваемость там совершенно дикая в эти дни. О чём это нам говорит, если я отнесусь к тому, что ты сказал вначале? Что не надо расслабляться, ребята. Это, конечно, чудесно, что у нас всё хорошо, у нас привито там 60%, по-моему, уже, да, население где-то. Но не надо расслабляться, потому что люди, которые прилетают сюда, и мы всех приветствуем и рады видеть на святой земле, они зачастую привозят с собой эти вирусы или новые штаммы, от которых мы на самом деле не можем никуда спрятаться, потому что эти штаммы возникают, можно сказать, на ровном месте в каждой отдельно взятой стране. Мы говорили о каком-то московском штамме уже. Цви, я хочу тебе задать вопрос по поводу тоже, как бы, коронавируса, но это политический аспект нашей действительности. Наш министр обороны, который был министром обороны в прошлом правительстве, ну, для меня это крайне неожиданно, обратился к действующему новому премьер-министру с просьбой обнародовать протоколы заседания кабинета по борьбе с коронавирусом. Чего вдруг? Я, на самом деле, всегда за то, чтобы все публиковать. Я считаю, что там, где засекречено, там есть какие-то косяки, там есть что скрывать. И я за то, чтобы все рассекретить. Поэтому в этом смысле полностью поддерживаю Бенниган с двумя руками. Нет там ничего такого секретного, что общественность не имеет права знать. У нас есть закон о том, что общественность имеет право знать. Ну, я могу понять объяснения какие-то, если речь идет о каких-то сугубо секретных военных документах, касающихся безопасности, шпионажа и чего-то другого. Но борьба с коронавирусом, извините, ребята, такие вещи должны быть все в открытом доступе. Это то, что я считаю. Я хотел еще сказать по поводу спутников. А можно я тебя спрошу? Можно я спрошу Тику? А считаешь ли ты, что вот сейчас, именно вот в данный момент, когда у нас масса нерешенных проблем и вопросов, да, которые требуют срочного какого-то решения, вот именно вопрос обнародования документов заседания комиссии по борьбе с коронавирусом, вот это надо требовать. Лучше раньше, чем... У нас каждый день теперь опять баллоны с горючей смесью в секторе газы падают. У нас там пожары без конца... Причем корона к этому... Нет, вот именно, это то, что непонятно абсолютно. Почему сейчас, в чем дело? Честно, если нет права, вы знаете, я за то, чтобы все рассекретить, чтобы все стало достоянием властности. Ради бога, почему сейчас? Вот в чем вопрос. Чем раньше, тем лучше. Здесь, на мой взгляд, нет никаких сроков, которые, что давайте подождем этого, а потом давайте подождем туре, а потом давайте подождем этого кабинета. То есть я не знаю, я не вижу никаких причин, чтобы это все не рассекречивать. Я хотел сказать еще пару слов по поводу спутника. В России сейчас есть волна людей, которые заболевают после вакцинации спутником. Это не говорит о том, что спутник плохая вакцина, да, но, ну, насколько я понимаю, да, я послушал, что говорят по этому поводу специалисты. Есть вакцина, которая сделана была в институте Гамалеи, которая хорошая вакцина, а есть вакцина, которую потом производят в массовом количестве на каких-то заводах. Вы же понимаете, что дьявол в мелочах, что там лаборант не помыл руки, или там не соблюдался температурный режим, и эта вакцина уже превращается в водичку. Это, кстати, к тому, почему в мире до сих пор не признают спутник, как для зеленого паспорта. Я думаю, что причина в этом... Кстати, в Британии то же самое. Те, кто были привиты Pfizer, они заболевают по второму разу. Есть, есть такие случаи, есть такие случаи. Они изсюду, и в Израиле они бывают после Pfizer. Но по поводу спутника есть вот такие сомнения. Там сейчас выходит еще одна вакцина института Чумакова. Они еще не представили результаты испытаний. Но эта вакцина внушает больше доверия, потому что ее не политизируют, не делают из этого, что это победа социализма и поражение капитализма. И там уже просто народ, насколько я читал, народ просто записывается в очередь на эту вакцину. И суд Чумакова говорит, мы пока ничего не можем сказать, ни по поводу эффективности, ни по поводу безопасности. Мы не знаем, у нас еще не закончили испытания, но народ уже записывается в очередь, не хочет прививаться спутником, а хочет прививаться именно этой вакциной. То есть я думаю, что вот это как раз вопрос политический, из-за того, что спутник был так политизирован, а эта вакцина наоборот, ее как бы наоборот пытаются замолчать, держать такой низкий профиль, да, то народ там начинает кумекать, да, они же живут еще по тем временам, когда мы читали газеты между строк. Ну, может быть, это просто некое миропонимание такое удивительное, что то, что есть я не хочу, я хочу то, чего нету. Но это тоже может быть, а пока что высокая заболеваемость. Я, кстати, вот что хотела сказать, я тоже почитала разные материалы по поводу возникновения вообще этого вируса, его распространения, но есть такая теория заговора, которая, в общем-то, указывает на то, что гранты эти на усиление этого вируса, на вот эти опасные опыты, первым делом были выданы в США. Да-да-да, это американские гранты. И группа совместная американских и китайских ученых во главе с некой дамой по имени доктор Ши, они начали проводить эти опыты. И она же собирала... Нет, из Китая возглавляла доктор Ши. Да. Вот он выбивал эти гранты, и 8% грантов складывался в карман. Когда началась эпидемия и начали искать виноватых, американцы это шли в сторону, и осталось это доктор Ши со своей командой. Далее выяснилось, и сегодня продолжают ученые утверждать, что нет никакого шанса, чтобы это передалось в таких масштабах людям, от летучих мышей на рынке у Ханя и прочее, потому что об этом уже говорят очень многие ученые, и тут совершенно прав Цвика, что, судя по всему, вот этот вот усиленный вирус короны просто каким-то необычным или обычным образом утек из Уханя, из лаборатории, просто поскольку тот же Трамп, как мы знаем, заявил, что Китай должен платить какие-то триллиарды долларов. Вот из-за этого сказали, что это конспирология. Да, а теперь всему человечеству. Ну, мы понимаем, что никто ничего, конечно, платить не будет, поэтому конспирология продолжится, я думаю, будет еще масса теорий, но факты есть факты. Нет, сегодня вот эта версия, что это побег из лаборатории, она становится мейнстримом, и я думаю, что в конце концов будет комиссия, американские спецслужбы составят. Ну, была уже комиссия в Ухане, которая, видимо, была не совсем объективной, потому что она вернулась и сказала, нет-нет, в начале 2020 года было публичное письмо вирусологов, публикованное в журнале «Ланцет», которое было написано вообще в духе времен Лысенковщины, как советская наука клеймит вейцманистов и морганистов, вот и так далее, и что мы доверяем нашим дорогим китайским товарищам. Ну, был еще отчет Лозовский по этому поводу. Да, но это письмо было организовано Дашиком, совершенно тут явно виден интересант, который быстро организовал вот эту вот академическую защиту, да, и они тут же объявили, что каждый, кто считает не так, что идея искусственного происхождения, она является конспирологией, вот посмотрите, ее поддерживает Трамп, значит, это конспирология, значит, любой нормальный ученый должен придерживаться мейнстрима, должен придерживаться точки зрения, что это естественным путем, и мне очень нравится аллегория, которая привела Юрия Латынина, да, что если там прилетят марсиане, и его найдут там остатки человека с деревянной ногой, с деревянным протезом, да, то, конечно, они могут составить теорию, что этот протез образовался в результате эволюции, да, что вот у человека, у дерева когда-то были какие-то общие предки на уровне клеток, на уровне хромосом, и вот разнилась, и у него выросла деревянная нога, да, но гораздо более вероятное объяснение, что это было искусственно вставлено, да, что эту деревянную ногу было искусственно вставлено. Это она так рассуждала про коронавирус? Да, конечно. Или вообще о жизни? Не, не, про коронавирус, да, что развивать теорию, что это был естественный процесс, когда тут рядом за углом вот этот институт вирусологии, самой большой коллекции коронавирусов, с коронавирусом, который там на 96 с чем-то процентов совпадает с COVID-19, да, и сказать, что это произошло от летучих мышей, которые, кстати, COVID-ом не заражаются. Пытаются обратно их заразить, они не заражаются. Потому что... Окей, спасибо, друзья, за этот разговор. И единственную маленькую ремарку, замечательную статью по поводу коронавируса, вакцинации в России, написала Юлия Миломед на сайте газета.ру. Если будет возможность, прочитайте, она вообще замечательно пишет, а там очень много исторических фактов, объяснений в историю России имеются в виду, там и холерные бунты, и прочее, прочее. То есть не просто так народ не хочет прививаться, не потому что спутник плохой, но традиция такая народная. Спасибо. Я не согласен. В Советском Союзе все прививались, вопросов никогда не было. Все шли в школу и прививались от всех болезней. Но это бы издержки демократии, издержки демократии, что ты хочешь? Зато сейчас будут прививать 60% в обязательном порядке. Я думаю, что это издержки конспорного. Я думаю, что давно пора, я очень извиняюсь. Может, я плохой демократ, я считаю, что из группы населения, которые надо прививать в обязательном порядке. Те, которые обслуживают людей, те, которые лечат людей. Они сейчас пошли по этому пути. Я не вижу выхода иного. Спасибо. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам, что были с нами. Берегите себя. И маски далеко не убирайте. До новых встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова